21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию среди населения. А уже через несколько дней жители из Китимского района начали собирать гуманитарную помощь. Свою лепту вносят предприятия, организации, депутаты, учителя. Всех объединяет желание помочь нашим парням, чтобы им легче было нести службу вдали от дома. Депутаты районного совета Генрита Истратенко и Александр Стахов после очередной сессии выступили с инициативой собрать деньги, чтобы закупить необходимое для наших ребят, отправляющихся на Донбасс. Это предложение поддержали все единогласно. Оперативно мы буквально за два дня эти средства собрали. Я думаю, на этой неделе Александр Викторович закупит все необходимое и передаст ребятам, которые призываются от Новосибирской области, ну в разные части на Донбасс. В школе славного локтя тем временем учителя не остались в стороне. Собрали деньги, закупили зимние спальные мешки, теплые вещи. Сами навязали шерстяных носков. Такие теплые. Да, и термобелье мы взяли. Здешние педагоги свою первую посылку отрали на Донбасс солдатам еще в апреле. Узнали о такой акции из соцсетей. Тогда выслали конфеты, печенье, консервы. Сейчас я сплотила частичная мобилизация и наступающая холода. Мы все россияне, мы должны сплотиться, мы должны быть все вместе. Ну а если не мы, то кто? Вот что примечательно, у нас у учителей, у всех дети проходили службу. И мы на 23 февраля в прошлом году делали большой стенд, где фотографии наших сыновей поместили, где они проходили службу. И мы вообще очень этим гордимся. Ну и тут вот все, конечно, на этой волне. А если мы не будем принимать участие, то как? Также закупили для военнослужащих медикаменты. Кто-то принес мешок, перчаток. Приготовили свои трогательные подарки и ученики. Здесь есть и рисунки, здесь есть и письма, даже запечатанные. Люди здесь живут неравнодушные, сами уточняют, что нужно, и приносят вещи в сельсовет. Даже малые деревни, которые относятся к Гилевскому сельсовету, это тоже наши родственники, это тоже наши друзья, это наши близкие. И в таком положении мы не можем оставаться равнодушными. Районный депутат Александр Растахов сегодня помогает вывести гуманитарную помощь вместе с той, что уже собрался с единомышленниками. Вот спальники, вот это носки. Посмотрите, какое количество носок. Это медикаменты у нас получаются, а там продукты питания. Всю собранную помощь депутат передаст на сборный пункт на Жиловском полигоне. На закупку необходимого также под депутатские средства собраны деньги от всех неравнодушных людей. У нас всегда было, что народ и армия – это одно целое, это монолит. И я уверен, что победа будет за нами. И от того, насколько сейчас каждый из нас будет предпринимать какие-либо действия, зависит, как скоро она наступит. То, что может обычное гражданское лицо дать сейчас для мобилизованных, это личные вещи, сейчас нужны тёплые вещи – это носки, сапоги, желательно термобельё, батарейки, фонарики, фонарики, которые крепятся на голову, медикаменты. Полный отчёт о безрасходованных средствах депутат разместит в социальных сетях. Примечательно, что районный свет депутатов, учителя, жителей сельсоветов планируют такую помощь оказывать регулярно. Продолжение следует...